Мы говорим о развитии бизнеса на Кубани и сегодняшний наш гость Олеся Московцева, представляющая Комитет по развитию женского предпринимательства Общероссийской организации опора России в Краснодарском крае. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем сначала. Комитет, насколько я знаю, был создан 4 года назад. С какой целью он создавался и какие результаты можно озвучить уже сегодня? Ну, если мы будем говорить о федеральном проекте, то комитет, да, он был основан в 2015 году. В Краснодарском крае активно мы запустили свою деятельность в июле 2018 года, то есть чуть больше годика мы существуем. Конечно же, основная цель комитета – это популяризация и развитие женского предпринимательства, то есть помощь женщинам, продвижение их бизнесов, образовательные программы. Какие, может быть, результаты у вас уже есть? Да, конечно. В этом году мы подводили итоги, как на федеральном уровне данный год мы уже присутствуем более чем в 56 регионах. На краевом уровне Краснодарского края мы только за год провели 19 мероприятий. Это и федерального масштаба, и программы, созданные непосредственно нами. Ну, например, такой большой проект, дважды проведенный в Краснодарском крае уже при нашем присутствии, это мама-предприниматель при поддержке Минэкономразвития. Девушкам предоставляется возможность пройти обучение, естественно, на конкурсной основе. Для этого нужно быть мамой ребенка до 18 лет, либо находиться в декретном отпуске. Такая возможность у каждой девушки есть по этим условиям. Далее они проходят пятидневное обучение совершенно бесплатное, представляют, упаковывают свои бизнес-идеи. Очень интересно смотреть, когда они приходят с одной идеей, а потом меняют ее, либо отказываются совсем от бизнеса, такие варианты тоже у нас были. И в итоге выбирается одна самая лучшая идея при помощи жюри и награждается таким грантом, как 100 тысяч. Конечно, для девушек-стартапов это классная возможность купить оборудование, либо эти деньги вложить в рекламные какие-то продукты. Вот это один из проектов. Также мы провели проект «Такие мамы». Это фотовыставка, которая показывает две стороны женщины. То есть женщина в бизнесе, женщина дома, женщина с детьми. На этой фотовыставке можно было участвовать, в первый раз мы ее проводили, можно было участвовать тоже мамам. Но, наверное, это не очень справедливо, потому что не только мамы занимаются бизнесом, но и женщины более зрелого возраста, либо те, которые еще не успели стать мамами. Поэтому в этом году данный проект мы запустим для всех женщин, не только те, которые были осчастливены таким вот моментом материнства. Это, естественно, популяризация, потому что наша выставка стоит в Центре поддержки предпринимательства в Краснодарском крае. И все люди, которые проходят мимо, а это и предприниматели действующие, и начинающие, они видят, что это не страшно, потому что с чем мы больше всего сталкиваемся среди девушек, это боязнь начать, боязнь старта, это момент, когда дома не поддерживают, страх, как я буду совмещать быт, допустим, детей и бизнес. И вот данная выставка, она показывает, что все возможно, нет границ. Это вот два таких очень масштабных проекта. Также мы запустили фэшн-проект, это поддержка молодых дизайнеров именно Краснодарского края, потому что мы пытаемся покупать хорошие красивые вещи, так сказать, фирменные, да, но у нас на Кубани очень много девушек и женщин, которые делают свои собственные бренды, очень много производства. И первый раз мы с этой фэшн-идеей вышли с предложением на скачках и показали представительниц женского пола, которые как раз-таки делают свою одежду, детскую, взрослую. И настолько мы на ура это показали, что ипподром, он практически постоянно приглашает нас участвовать в этих показах. Также с фэшн-направлением мы совместно с департаментом инвестиций на бизнес-пикник организовали фэшн-показ детской моды наших дизайнеров в торговом центре Красная площадь. Из наших еще основных проектов мы, конечно же, устраиваем круглый стол. Мы устраиваем очень много встреч для девушек, где приглашаем экспертов в той или иной области, девушки могут задать вопросы. Ну, например, там очень модно сейчас личный бренд, маркетинг, налоговая система обложения. То есть девушки приходят и в неформальной обстановке могут пообщаться, задать какие-то вопросы. Дважды мы уже приняли участие в таком крупном форуме, как «Дело за малым». В этом году, насколько мне известно, проходимость была 25 тысяч человек на форуме. И мы являемся как именно Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России». У нас есть всегда своя площадка в прошлом году и в этом году, которая привлекает огромное количество девушек. И не только. У нас был в этот раз зал вместимостью, по-моему, на 100 человек. Но в итоге по проходимости мы посмотрели, это было порядка 150 человек. Потому что люди стояли в проходе, была очередь входа в наш зал. То есть если это направление настолько востребовано, многие спрашивают, чем отличается женское предпринимательство от мужского предпринимательства? Почему есть женский комитет, но нет мужского комитета? Но если такой комитет был создан, значит это кому-то нужно. Это не говорит о том, что мы феминистки или мы каким-то образом пытаемся выделить свои права. Конечно же нет. Просто это дополнительная возможность, дополнительный ресурс для девушек, опять же, получить новое направление, новое образование, новые какие-то мысли. И мы помогаем именно продвигаться и освещать о своем бизнесе, что такие есть. А какие направления в основном выиграют для бизнеса? В женском предпринимательстве направление, конечно же, это чаще всего сфера услуг. И, конечно же, это чаще всего, я такой свой личный проводила рейтинг, конечно же, чаще всего мы пытаемся решить сначала свои проблемы. Ну, например, находится мама в декрете, у нее возникает вопрос, куда деть ребенка. Что она делает? Она открывает либо какой-то досуговый центр, либо она открывает детский сад, либо что-то для того, чтобы пристроить своего малыша. Точно так же дизайнерское направление, пошив одежды. Потому что идешь в магазин, сталкиваешься с тем, что это дорого, либо это не того качества, либо это не те ткани. Соответственно, мамы открывают это направление. И многое-многое другое, все, что связано именно с досугом, решением проблемы красоты, детей, сервиса, это основные. Но есть и бизнесы с мужским лицом, с мужским характером. Их немного, но тем не менее, это и сельское хозяйство, это и металлургия, это и заводы. Поэтому такие направления тоже присутствуют. Но чаще всего, конечно же, либо мы решаем свои проблемы, либо находимся в той сфере, в которой получили образование, и хоть что-то в этом понимаем. И начинаем создавать вокруг себя вот этот маленький микробизнес в качестве индивидуального предпринимателя. Ну и при нашей поддержке многие, конечно, могут вырасти до более крупного, потому что появляется доступ к другой информации. Если говорить о проектах, которые вы озвучили, насколько большой поток у вас желающих? Ну, когда только я возглавила комитет, у нас буквально за две недели численность комитета была 40 человек. То есть такое вот направление, и поток был достаточно большой. На данном этапе это порядка 70 девушек, но здесь очень важно, это же общественная организация. То есть это, естественно, временной ресурс. Не каждый готов поделиться своим временем, своими знаниями какими-то. Поэтому у нас остаются, через фильтр проходят, можно сказать, только те, которые решают свои проблемы и, соответственно, уже остаются здесь. И для нас очень важны девушки, которые именно с активной жизненной позиции, которые готовы делиться, отдавать, потому что получить можно только отдавая. И вот этот момент очень важный, не каждый понимает, что можно получить отдавая. Конечно же, не все могут здесь остаться. А с кем сотрудничает комитет из госструктуры или еще общественных организаций? Конечно же, мы сотрудничаем с департаментом инвестиций, мы очень много делаем совместных мероприятий, участвуем как участники, так и соорганизаторы каких-то мероприятий. Минэкономразвитие, абсолютно любые ведомства, Минобор, то есть те ведомства, которые мы приглашаем на наши мероприятия, они активно всегда откликаются и готовы идти к нам на помощь. Поэтому с любым министерством мы сотрудничаем в Краснодарском крае. Вы говорите, вам пока еще год, но можно уже проследить какую-то динамику в отношении женщин, которые хотят стать предпринимателями? Их становится больше? Вы знаете, после того, как они проходят какие-то определенные программы и обращаются к нам, когда мы рассказываем о том, какие шаги нужно предпринять, какие сейчас есть акции, на регистрацию того же ИП, льготные условия, то, конечно, у девушек много границ уходят, глаза открываются, и при нашей поддержке их становится больше, я бы сказала. Но страхи все равно остаются, мы пытаемся их развеять. Что это не страшно, и предпринимательство – это здорово, и нужно, конечно, развивать это направление. А как вы считаете, женщина может быть более успешной в бизнесе, нежели мужчина? Ну, это тоже такой, знаете, часто задаваемый вопрос. Я бы сказала так, что женщина, она более, может быть, взвешенно подходит, потому что у мужчины в силу характера и все-таки природного инстинкта того, что он должен кормить семью и приносить какой-то доход в семью, у них более, может быть, спонтанные, более твердые решения, более жесткие, может быть, где-то решения. Женщины чаще всего они семь раз отмерят, один раз отрежут, поэтому те идеи, за которые берутся женщины, они более взвешенные, они, может быть, более продуманные. И здесь тоже, я бы сказала, зависит от характера женщины, насколько это может быть успешнее или нет. Но, допустим, статистики, сколько женщин предпринимателей, я вам не приведу, а вот статистика у руководителей, на данном этапе, по последней статистике, это 43% женщин занимают руководящие посты в России. А в Краснодарском крае есть? Нет, у меня такой статистики нет, а вот по России 43%. Даже если руководитель мужчина, то правая рука всегда будет женщина. То есть вот такая статистика тоже и практика есть. Что касается детей? Когда-то, 18 лет назад, когда я работала в университете, преподавала английский язык, и на том этапе я поняла, что та система, в которой мы существуем, это когда дети мешают нашей профессии. Потому что куча отчетностей, куча бумажек, куча каких-то направлений. И на тот момент я решила, что как-то систему образования я должна поменять как минимум в своей школе. 18 лет назад было открыто образовательное учреждение дополнительно профессионального образования. И, как я до этого сказала, как раз-таки я решала свои вопросы. Моему ребенку было 8 месяцев. Я решила, что ему нужно уже как-то развиваться. Ну и, соответственно, было открыто то, что я знаю. Это иностранный язык, это школа для дошколят. И так интересно, как рос мой ребенок, так и росли мои направления. То есть, если мы начали с двух направлений, то на сегодняшний момент их 30. Потому что он хотел рисовать, он хотел играть на гитаре. Пришла школа, нужно было заниматься репетиторством, подготовки к экзаменам и так далее, и так далее. И вот как раз-таки при помощи своего бизнеса я решала потребности своих детей. И более 10 лет одно из самых таких, на мой взгляд, значимых направлений, особенно когда я сейчас в общественной организации занимаюсь предпринимательством, это развитие предпринимательских навыков у детей. Почему это важно? Потому что, опять же, разговаривая с теми девушками или парнями, неважно, в какой пол имеет человек и хочет заняться бизнесом, у всех одни вопросы. А если навыков нет? А если мы не понимаем, как это делать? А что? А получится, не получится? Так вот, у меня даже есть такая идея, может быть, я ее только впервые озвучу, «Опора дети», да, такое одно из наших направлений, где мы учим предпринимательство непосредственно детей, начиная с первого класса. Ведь предпринимательские навыки, они либо есть, либо нет, с одной стороны. С другой стороны, есть тоже подтвержденное научное доказательство, что предпринимательские навыки можно развивать, но для этого нужно как минимум 8 лет. Если это взрослый человек, значит, он просто окунается в бизнес, и ему приходится развивать навыки, да, по той или иной причине. А у детей пока еще они не сформированы, пока у них очень гибкий мозг, пока они очень классно впитывают информацию, вот эти вот навыки как раз-таки можно им привить. И именно поэтому мы занимаемся ребятами с первого класса. Воспитывать детей с первого класса в рамках предпринимательской деятельности не рановато ли? Вы знаете, я считаю, это не рановато. И именно поэтому у нас был открыт такой проект развития предпринимательских навыков у детей с первого по одиннадцатый класс. И как известно, предпринимателями, как многие говорят, предпринимателями человек либо рождается, либо становится по тем или иным обстоятельствам. Так вот, мы проанализировали и решили, что для того, чтобы у нас в стране было больше предпринимателей, и мы могли идти с какой-то базой знаний, поэтому мы и начали развивать предпринимательские навыки непосредственно с первого класса. И вы знаете, это дает очень хорошие результаты, потому что ребята проходят в игровой форме, в форме тренинга, подача материала, казалось бы, сложного для первого класса. Что такое налогообложение или что такое маркетинг? Но они проходят это в игровой форме для каждого возраста, есть своя подача информации, и они очень хорошо это усваивают и с этим справляются. Что такое семейный бюджет? Как его планировать? Зачем он нужен? Нужны ли карманные деньги ребятам? И после этого мы открыли еще школу для родителей, и ребята приводят родителей для того, чтобы мы родителей научили обращаться со своими детьми, с подростками с точки зрения финансовой грамотности. Так вот, получив всю эту информацию, ребятам мы помогаем упаковать их первые проекты, даже в первом классе, и в одиннадцатом классе, и в восьмом классе. И вы не представляете, насколько у них большой полет фантазии. То есть у них нет еще вот этой вот зашоренности, как у взрослых, у них нет этих страхов, поэтому они верят в то, что они могут, и они действительно выдают настолько классные идеи, настолько классные проекты. Вот у нас был, допустим, большой выпуск очень в городе Кореновске, и ребята даже собственные логотипы написали. Это был и автоцентр, это была парикмахерская. И один парень, которому на начальном этапе достаточно сложно давалось именно выбор идеи, потому что, ну что я буду в восьмом классе, что я выберу, что я буду делать, он перелопатил кучу материала и сделал проект перерабатывающего мусоропроизводства. Он сделал расчет, он просчитал, насколько это выгодно, экологию всю посчитал. То есть вот у ребят немножко запускаются мозги. И, конечно, это классно уже для них, потому что у них появляется мотивация к учебе. Они понимают, зачем им идти в девятый, десятый, одиннадцатый класс, для чего им учиться, как выбрать это направление, потому что мы тоже учим. Ведь тоже это не секрет, что 70% выпускников не работают по специальности. То есть это такая тоже подтвержденная статистика. И для этого это получается, что 4-5-6 лет выброшенного времени, приходишь, занимаешься потом каким-то другим направлением, либо бизнесом, либо работой, и по факту получается, что нужны опять новые навыки. То есть это опять определенные средства, это опять определенный фокус. Но на том этапе, когда мы ребят уже целенаправленно фокусируем на их выбранном направлении, пусть это будет направление работы, может быть, карьерного роста какого-то, может быть, это действительно направление самой бизнес-идеи. Им гораздо проще. Тогда они берут на себя ответственность, и родителям проще, потому что они уже идут с определенной целью. Они понимают, что им нужно поступить в конкретный вуз, на конкретное направление для того, чтобы реализовать будущее, своих будущих вот этих, как нам кажется, на первом этапе фантазий. И на самом деле это первый шаг, может быть, когда дети смогли в себя поверить и реализовать уже будущую свою жизнь вот с этого первого такого взрослого шага. А какая у них мотивация на этом этапе? Заработать денег или реализовать себя? Когда они разрабатывают, допустим, свой тестовый проект, бизнес? Вы знаете, хороший вопрос. Я, кстати, не задавала им такой вопрос. Но мне кажется, во-первых, тоже очень интересный показатель того, что не все дети. У нас есть пробное занятие бесплатное, и не все дети остаются. Это тоже своего рода отбор. Почему? Какой процент остается? Потому что занятие в воскресенье. Это единственный выходной у детей. И это первый шаг успешного предпринимателя, когда нужно встать и пойти. Встать, перебороть себя, выйти из зоны комфорта и сделать вот этот шаг хотя бы для того, чтобы прийти, просто прийти. Поэтому остается где-то 50 на 50, я бы сказала так. Мы тоже не можем. Да, это достаточно большой процент. Но еще, знаете, хотела бы отметить такой момент, что все равно мы все живем и образовываемся в определенной некой системе. Есть система дома, есть система образовательного учреждения, есть система общества. Учись хорошо, получишь хорошую работу. То есть не всегда это соответствует действительности, никому не открою секрет. Но такие устои есть. А потом эти дети приходят, обучаются, выходят с института, на работу устроиться не могут. И говорят, где же это светлое будущее? И ребята, которые остаются у нас, они, сделав вот этот первый шаг ответственности, у них как раз-таки появляется мотивация к дальнейшим действиям. То есть все-таки реализуют свои идеи и себя в первую очередь, да? Ну какой-то процент из них идет именно в этом направлении, да. А для некоторых это просто первый опыт, это отсутствие страха и понимание, какие можно сделать шаги. Потому что меняется жизнь, меняется возраст ребят. Если, допустим, у нас первоклассники, они делают групповую защиту, первый, второй, третий, четвертый класс, им еще сложно каждому свой отдельный проект делать. Они делали проект, например, продуктовый магазин. Одна группа делает, другая делала магазин детских игрушек. Это они сами выбирают тематику или им подсказывают? Нет, они выбирают сами, да. Но мы направляем тех, кому совсем сложно в какой-то сфере определиться, тех ребят мы направляем. А так в основном, да, ребята выбирают сами. Но чаще всего советуются с родителями, либо какой-то пытаются повторить бизнес родителей. Даже у нас была такая история, когда ребята сделали проект очень удачный, сделали логотип, прописали все условия. И по этому проекту родители открыли бизнес, но консультантом у них стал ребенок. Также мы на защиту проектов приглашаем инвесторов. Инвесторы дают рекомендации ребятам. И более понравившиеся, успешные, интересные истории есть такие случаи, когда инвесторы помогают ребятам дальше расти. То есть, получается, вы их еще ведете? Да. Давайте поговорим еще о женщинах серебряного возраста. Да, мы уже поговорили о том, что у нас очень много проектов для мам-предпринимателей. Но также и про детей предпринимателей будущих. Также у нас в проекте, и я думаю, что с января уже будет стартовать, непосредственно образование предпринимательской деятельности для женщин серебряного возраста. Чаще всего это женщины, которые по тем или иным причинам либо остались без работы, либо какая-то еще ситуация, и им нужно стартовать что-то новое. На работу их не берут почему-то, хотя это тоже такая для меня всегда очень странная ситуация, когда мы хотим сначала в наш бизнес брать людей, которые имеют опыт, а потом мы отказываемся от тех людей, которые уже имеют опыт в силу какого-то возраста. Я всегда с этим направлением стараюсь бороться. Например, в наше образовательное учреждение мы берем людей разного возраста, потому что опыт, он тоже всегда очень важен. Так вот, эти женщины, которые остаются в той или иной степени за бортом, им очень нужна помощь, как психологическая, которая, кстати, тоже оказывается в нашем комитете, так и образовательная. У нас в следующем году, в 2020 году, будет стартовать проект, где мы будем обучать непосредственно этих девушек, женщин, которые хотят стартануть свой новый бизнес. Конечно же, мы им расскажем, как это делать, что нужно, как упаковать, поможем также упаковать их идеи согласно заданной задаче, и будем их вести для того, чтобы этот старт был успешным. Ну, а сколько рассчитываете вы на какой процент женщин? Я имею в виду количественный состав. Ну, у нас будет также конкурсный отбор. Если конкурсный отбор, значит, наплыв у вас большой. Да, у нас очень большой запрос на это направление. Какие направления, по-вашему, могут выбрать женщины этого возраста? Ну, мне кажется, это также будет сфера услуг и то, что они умеют. То есть то, в чем они имеют опыт, и они могут это реализовать. Во всяком случае, те запросы, которые есть сейчас, они есть именно в этих направлениях. Ну что ж, будем ждать. Мы обязательно расскажем, что у нас получилось. Спасибо за беседу. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!